Здравствуйте! Мы находимся на ярмарке в Космоско в павильоне Cultural Creative Agency. Меня зовут Вера Кананчук, я художественный критик и культуролог, пишу об искусстве. И со мной сегодня будет беседовать художница Полина Канис. Полина, привет! Привет! Полина, что ты вообще думаешь о турбулентности? Что это для тебя? Это что-то хорошее или плохое? С турбулентностью нужно бороться или, наоборот, ее поддерживать? Ну, на мой взгляд, бороться с ней или ее поддерживать бесполезно, потому что само понятие турбулентности не имеет к нам никакого отношения. Поэтому я предпочитаю не высказывать какую-то позицию о том, поддерживаю ли я турбулентность, как бы движение в турбулентности или нет, потому что, мне кажется, это не имеет никакого смысла. То есть ты как бы вплетена в нее как единица, человек как единица? Человек как единица, безусловно, это раз, а два, это, конечно, потрясающая возможность услышать помимо себя еще что-то. Потому что как раз турбулентность, турбулентное состояние, оно призвано децентрализовывать, да, и дестабилизировать какие-то устоявшиеся структуры. И для антропоцены, для нас, конечно, это потрясающе, что есть такая возможность в какой-то момент быть смещенными из центра и, да, иметь возможность насильно, видимо, услышать или увидеть что-то, на что не было обращено внимание ранее. Турбулентность можно понимать как такую нестабильную, разобранную идентичность. Вот какая твоя турбулентная идентичность? Нестабильная и разобранная во всех отношениях. Какие ее частицы, да, если мы говорим, что турбулентность, это слияние, как мы сегодня выяснили, разных, например, микропотоков, которые соединяются в один, образуется некоторая новая структура. И если, например, представить идентичность ровно в том же виде, то что это за потоки, которые тебя складывают? Это очень сложный, мне кажется, вопрос. Как мы любим психоаналитик, поладуя. Да, 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 есть что-то такое. Ну, я просто вся такая разобранная, если честно, что даже не могу тебе назвать какую-то часть. А вот как бы ты хотела собраться? Ну, я бы хотела быть другим человеком, безусловно. Хотела бы или иметь какую-то внутреннюю стабильность для любого act или non-act, который у меня тоже нет. Вот хотя мы здесь говорим о турбулентности, мне показалось, что во многих твоих работах царит некоторое безвремение. То есть ты часто работаешь в пространствах, где невозможно идентифицировать эпоху, которой принадлежат предметы интерьера, или одежды, или персонажи. В твоем видео «Бассейн» люди медленно погружаются в такую тягучую, нефтеподобную воду практически, и как бы практически как кануть в лету, они уходят туда навсегда. Или вот в твоем последнем видео, которое представлено здесь, о Петре Покропоткине, ты восстанавливаешь скрупулезно его комнату. Но это как бы капсула времени в том числе, это замороженное время. Какие у тебя вообще отношения со временем в жизни и в работе? Да, для меня, наверное, то безвременье, о котором ты говоришь, оно сродни скорее молчанию, о котором как раз и говорили в опен-холе о турбулентности, которому как раз сделана эта работа. Это как будто бы с одной стороны комментарий, с другой стороны, наверное, это признание в не бессилие. И также это попытка снять как-то спазм с постоянного, как бы вот этого временного потока, в который включен зритель, если мы говорим про просмотрение работы. И попытка как раз из событийного какого-то линии, из событийной линии перейти в другое состояние, когда не событие является более, а раскрывает как раз те вопросы, с которыми я работаю. Говоря о статичных пространствах, ты часто берешь за основу в своих работах какое-то институциональное пространство. Это может быть пространство бывшего музея, или здание бывшей электростанции, которая превратится в пространство современного искусства, или просто неназванное учреждение, такое анонимное, но явно учреждение, явно какая-то бюрократическая структура. Какую партию играют вот эти институциональные организмы в твоей работе? Наверное, это можно было бы назвать фреймворк. Так как в каждой работе в любом случае я так или иначе имею какие-то отношения, точнее выстраиваю какие-то отношения между властной структурой, допустим, и индивидуум или хьюманом, хьюманом, неважно, то как раз вот эта институция, она дает определенный взгляд или определенный как бы гей-срез восприятия этих отношений властных. Скорее всего, так я бы, наверное, это. Ну, она именно такая, это статичная институция, потому что статичный взгляд предполагает какую-то больше объемность, да, то есть он может объективнее или адекватнее охватить те движущие частицы, которые находятся внутри него, да, то есть у тебя как будто бы большую роль играет вот движение внутри статики в том числе. Ну, с одной стороны, наверное, да, наверное, не во всех работах, но в некоторых да. Да, и, ну да, я, наверное, могу с этим согласиться, как будет проще. Есть обычно два, я не буду говорить, два типа людей, хотя само напрашивается. Есть люди, которым удобнее работать в абсолютно хаотическом пространстве, потому что этот хаос позволяет им структурировать самостоятельно этот хаос, или благодаря некоторым счастливым случайностям, так как они это видят. Либо наоборот, люди предпочитают какие-то жесткие, ну, или хотя бы фиксированные структуры, и на фиксированных структурах они как бы легче наслаивают свою свободу. Вот как тебе все-таки удобнее? Что ты предпочитаешь? Безусловно. Как я говорила в начале, я вот без фиксированных структур совсем не могу, поэтому я их создаю. Но эти структуры не обязательно являются какими-то линейно-временными, допустим, да, обстоятельствами. Эти структуры могут быть людьми. Эти структуры могут быть, в принципе, чем угодно. Я изначально понимаю, что мне неинтересно работать, транслировать что-то самостоятельно. Мне интереснее скорее обмен и поддержка тех людей, которые находятся со мной рядом. Поэтому, безусловно, я стараюсь всегда создавать и в жизни, и в работе. Поэтому, кстати, я говорю очень часто в работе, мне очень сложно говорить, я сделала работу, я все время говорю, мы сделали работу, потому что это правильно, потому что я понимаю, что эта работа сделана так мной, как просто человеком, который находится в этой определенной экосистеме созданной. Но в целом, безусловно, это работа каждого члена команды, которые как бы вместе двигаются куда-то или не двигаются, за чем сядут обстоятельства. Ну, говоря о группе и о групповой динамике, мне сразу приходит на ум, в том числе, твоя последняя работа о Петре Кропоткине. И у него есть такое интересное понятие стайности, о том, что именно в стае происходит очень интересная динамика. И стая через внутреннее взаимодействие, в том числе поддержки, сопротивляется каким-то непредвиденным обстоятельствам внешней среды. Но хотелось бы узнать у тебя и вообще про контекст этой работы, беззубое сопротивление, и как тебе пришла эта идея, почему там появился Кропоткин, ну и последнее, это вот что для тебя стая? Ну вот Кропоткин, кстати, появился в работе не сразу. То есть изначально, когда я узнала о Коле и подавала заявку, у меня было смутное, ну на самом деле не смутное, было достаточно понятное описание того, о чем и как я хочу сделать проект. И я сформулировала для себя описание пространства, которое я хочу заявить в этом проекте. Но мне не хватало как раз какого-то кейса или какого-то прецедента, который должен был бы случиться или не случиться в этом пространстве. И какое-то время, безусловно, я потратила на то, чтобы этот прецедент найти. Всегда мне казалось, то есть Кропоткина не было, хотя с другой стороны, какое-то время назад, то есть он у меня был где-то здесь, потому что какое-то время назад я думала сделать проект, я должна была сделать проект в Невшотеле, и, собственно говоря, Невшотель, Юрская Федерация, Кропоткин. Для меня это свело все в такой, в один устойчивый элемент, который, к сожалению, не случился из-за ковида, но он как бы вот где-то тут у меня был. А с другой стороны, параллельно Кропоткину, параллельно Безумному Сопротивлению, я делала проект, который тоже, безусловно, является частью проекта Безумному Сопротивлению, в котором группа людей разбирала разные кейсы, как бы оплакивая humanity в постапокалиптическом пространстве. И один из этих кейсов был о Кропоткине, с чтением его текста. И в какой-то момент оно все сошлось, и я подумала, что, наверное, было бы здорово вот это пространство сделать комнатой Кропоткина. Но, опять-таки, это случилось только после того, как мы узнали, что комната является ренекнутым ренекнутым. И тут, опять-таки, мне показалось крайне важным вот это взаимодействие с реальностью и реальностью, и еще раз реальным и реальным. А ренекнутым, вот это второе звено ренекнута, это было ренекнутым чего? Музейная комната, которая была воссоздана в Москве в 1931 году, если я не путаю. И, собственно говоря, фотографии, которые у нас есть для ренекнута, это одна фотография или две фотографии Петра Кропоткина в этой комнате в Лондоне и пять фотографий с интерьером этой комнаты в Москве. После этого она была разобрана, музей был разобран. И, собственно, тогда у меня все сложилось, потому что вот как бы вот эта вот как раз дестабилизация и невозможность как бы уловить в этом как бы в постоянном поиске этого реального и нереального, и наткнуться, да, когда ты натыкаешься на... и реально оно тут просто сработало. Так, а что насчет вот этой его стайности, идеи про стайл? Все-таки ты сказал, что ты не художник, ты, с одной стороны, работаешь сама чаще всего, не в тандеме с кем-то еще, но, тем не менее, для тебя важна вот эта групповость, да, потому что когда мы вот говорим про турбулентность, это еще и вопрос о самоорганизациях, о сообществах и о коллективах, которые тоже, с одной стороны, благодаря своей какой-то такой живой текстуре сопротивляются ригидности пространства или каких-то жестких очень структур, но, с другой стороны, это тоже какой-то каркас, который позволяет совсем не сломаться и не разобраться. Вот каково у тебя как художница самое комфортное пребывание вот в коллективе, в группе, да? Я очень люблю быть в группе, но я люблю быть, если говорить про everyday коммуникацию, то, наверное, я люблю быть в группе максимально незаметно, не выполняя никаких-либо атрактивных функций или не занимая как бы пространство, не занимая минимальное пространство в этих группах. Вот, а если говорить про работу, наверное, работа в группе для меня подразумевает все-таки какую-то, все-таки, ну, чуть более лидерскую позицию. Я говорю именно про работу, а про свои проекты. Поэтому, как ты знаешь, я не работаю, не делаю каких-то групповых проектов. Вот, но на самом деле у меня здесь стоит, как бы для меня стоит жесткий, ну, не жесткий вопрос, для меня стоит вопрос о том вообще в целом, как, каким должно быть это сообщество теперь, потому что совершенно очевидно, что типа глоб, про проект, как бы глобалистский проект, он провален, и кажется, что нужно искать другие инструменты и другие подходы для коммуникации внутри этих сообществ. И как будто бы те инструменты, которые у нас сейчас есть, они нам уже больше не работают. И поэтому, и поэтому, мне кажется, крайне важно именно сейчас говорить, собственно говоря, ввиду общей темы труболентности о сообществе, потому что нужно искать новые пути и новые инструменты, но... То есть нужно снова ждать этой... Да, но, в общем, турболентность, мне кажется, нам поможет. Нужно ждать этой волны, схождения разных маленьких волн, чтобы она их превратила во что-то новое, да? Как ты говорила в самом начале. Да, но самое главное, что мы же не имеем понятия о том, какое оно должно быть. Мне кажется, в этом самый главный плюс. Да, то есть такое анонимное следование за течением. Ну, наверное, даже не следование за течением, а наблюдение или попытка находиться в чуть более нейтральной позиции в отношении с этими течениями. Понятно. Спасибо, Полина, большое за разговор. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.